Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24. Меня зовут Ефим Ишимцев. И в начале выпуска коротко о главных темах. Отдали свой голос. В Югре 8 сентября выбирали депутатов и глав поселений. Волейбольный клуб «Газпром Югра» может обрести новый дом. В Сургуте планируют построить арену на 5000 мест. И ЧП на Гагарина. Во время ремонтных работ каток наехал на сотрудника мэрии, контролировавшего ход реконструкции. В Югре подводят итоги единого дня голосования. Жители Когалыма, Покачей, Локосова и поселения Русскинская Сургутского района выбирали депутатов в окружную думу. По предварительным данным победу в них одержал Андрей Ковальский. В Болчарах, Белом Яру, Нижнесартымском, Сергино и Коммунистическом голосовали за глав поселений. Также в городах прошли довыборы в местные думы. По промежуточным результатам 29 мест в органах власти получили представители партии «Единая Россия». Три портфеля у ЛДПР в думе Пытьяха и Совете депутатов поселения Коммунистический. Член КПРФ войдет в состав парламента Мегиона. А самовыдвиженец Петр Рымарев сохранил пост главы поселка Нижнесартымского. В поселке Белый Яр Сургутского района накануне выбирали главу. На этот пост претендовали пять кандидатов, среди которых действующий руководитель Елена Никифорова. Помимо нее за кресло руководителя боролись представители коммунистов России Вадим Абдурахмонов, член ЛДПР Юлия Половикова и самовыдвиженцы Евгений Чернецов и Наталья Матвейчук. На избирательные участки 8 сентября пришли менее 2,5 тысяч жителей. Это около 20% от общего числа имеющих право голоса. По предварительным данным победу на выборах одержала Елена Никифорова, которая в случае утверждения результатов продлит срок своих полномочий. Наша работа в основном заключалась оповестить население в границах своего участка. Разносили листовки пригласительные, передавали, старались лично руки по квартирам, разнесли по всем адресам, всех оповестили. Параллельно с выборами в поселке Белый Яр состоялось рейтинговое голосование за объекты благоустройства. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды на суд жителей представили 6 проектов. Лидер получит финансирование на реализацию в будущем году. Среди предлагаемых идей обустройство спортивной многофункциональной площадки на улице Есенина, строительство детского автогородка, возведение скейт-парка, а также зона отдыха с детским игровым комплексом в строящемся микрорайоне Гидронамыв. Давно мечтают наши белоярцы о зоне отдыха на берегу реки. Вот предлагают тоже такой объект интересный. Ну и аллея предпринимателей, посадка насаждений, клумб в центре поселка получает. Разное выбирают. В основном им нравится благоустройство береговой зоны. Российские урбанисты помогут разработать в Сургуте парки и скверы. В нашем муниципалитете проходит урбанистический хакатон «Города». Что из себя представляет форум, кто является участниками, об этом расскажет Татьяна Расторгуева. В Сургуте открылся урбанистический хакатон «Города». Торжественная церемония прошла на базе молодежного центра «Цвет». В мероприятии принимают участие молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты со всей России. Они исследуют регион, общаются с местными архитекторами и вместе с кураторами, профессорами и преподавателями из Московского архитектурного института. В течение недели им предстоит разработать дизайн проекта городских скверов в шестом, восьмом, четырнадцатом микрорайонах на улице Республики и уличного вокзала. На сегодняшний момент приехали 21 участник, которые готовы разрабатывать семь проектов, которые станут победителями и один из них станет внедрением в город Сургут. Участников отобрали из двухсот человек, которые побывали на Тавриде. Всего отобрано 51 человек, которые поедут, их встретил в Сургут. И в дальнейшем мы поедем в город Казань. Форум проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды. Организаторами мероприятия являются администрация Сургута, Росмолодежь, правительство Югры и региональный центр компетенций по вопросам городской среды. В первый день форума участники начали работу над кейсами, осмотрели площадки, где им предстоит работать, познакомились с особенностями местности, сделали необходимые замеры, фотографии и пообщались с представителями администрации и местными жителями. Цель проекта – дать молодежи шанс реализовать свой потенциал, внедряя современные объекты в городское пространство. В последнее время мы большое внимание уделяем общественным пространствам, развитию города Сургута именно в этом направлении. И Хакатон, и те молодые люди, которые приехали, надеюсь, с замечательными идеями, мы думаем, что это даст некий импульс в развитии этого направления. В предстоящую пятницу в филармонии пройдет презентация проектов и определится команда-победитель. Проект лидера будет реализован в Сургуте в следующем году. Татьяна Расторгуева, Шабна Мрагимова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Губернатор Югры Наталья Комарова работала в Нефтьюганском районе. Там глава региона инспектировала ход реализации национальных проектов. В поселке Салын презентовали новый общественно-деловой комплекс. Там заработала первая в населенном пункте гостиница на 44 места. Предусмотрены кафе, торговые площадки и офисные помещения для представителей сектора малого предпринимательства. Здесь уже распахнуло двери, ателье по пошиву и реставрации одежды. Услуги востребованы, а хозяйка мини-предприятия получила грант на реализацию проекта от администрации района. В общей сложности в деловом комплексе появилось больше сотни новых рабочих мест. Узнала все в интернете об грантах, субсидиях. Написала бизнес-план один, защитила его в Нефтьюганском районе. Мне одобрили его. Потом второй грант написала, защитила его в СПД. Это было через месяц. Очень хорошее дело. Я честно вам признаюсь, когда предприниматели на этот счет высказываются, как возможный бизнес, у меня были сомнения всегда, что это вряд ли полетит, и при сегодняшнем уровне массового пошива одежда будет востребована. Но вы лично и другие предприниматели в этой сфере показывают, что это бизнес. В поселке городского типа Пойковский губернатор Югры осмотрела отремонтированные дороги. На замену асфальта, бордюров и остановочных павильонов на одной из улиц потратили около 17 миллионов рублей. Кроме того, Наталья Комарова оценила темпы возведения нового жилья. В одной из строящихся многоэтажек власти выкупили 49 квартир для переселения жителей из аварийных домов. Ключи они должны получить до конца года. Чиновники Сургута вернулись к идее создания спортивного кластера на Югорском тракте. Ранее появление его планировалось на территории между автосалоном «Мерседес» и торгово-развлекательным центром «Сургут-Сити-Молл». Задумывалось появление теннисных кортов, различных спортплощадок, ледовой арены, гостиницы и административных зданий. Ранее ходили разговоры о возведении на этой территории керлинг-центра, но позже от идеи отказались. Теперь власти вновь размышляют о развитии этой территории. Строительство может быть начато на деньги инвесторов или по консессионным соглашениям. Я думаю, что наши сургутяне хотят все это быстро получить, причем с хорошим качеством. Это один из вариантов. Следующий план – это спортивные Драгоровы. Если опять же будут инвесторы, в принципе сейчас переговоры ведутся. Если комитет, будет уже комитет и спортивная общественность. То есть у нас есть понимание, где у нас дефицит спортивных сооружений и дефицит мощностей. Именно вот эти направления будут закрываться. Первым объектом на территории будущего спортивного кластера на Егорском тракте может стать 5000-я волейбольная арена. Как рассказал телеканалу «Сургут-24» заместитель главы Алексей Жердев, руководство одной из дочерних компаний «Газпрома» проинформировало муниципальные власти о начале финансирования проектных работ по строительству стадиона. Если идею поддержат, она попадет в инвест-программу газового гиганта. Земельный участок уже выделен, ведутся кадастровые работы и проектирование. Стоимость будущего объекта неизвестна. Играть на новой арене будет «Сургутский клуб «Газпром Югра». Команда выступает в российской суперлиге с 2002 года, неоднократно участвовала в европейских турнирах, а в 2016-м дошла до финала Кубка ЕКВ. А почему волейбол? Вы знаете, что у нас команда высшей лиги, то есть волейбольная, чем мы гордимся. До сих пор она не имеет хорошей собственной базы. Я думаю, что как раз если бы у нас сейчас это все построится, город получит и вот спорт высоких достижений, с уже действующей командой и тренерским составом. Я думаю, что тогда сургутяне будут болеть и несколько тысяч всегда зрителей будет на этих трибунах. Финальные шаги к преображению театрального сквера. Специалисты проверили ход работ по благоустройству площади за зданием Сургутского музыкально-драматического театра. Реконструкция началась еще в прошлом году, во многом благодаря жителям микрорайона Пикс. Тогда они оформили соответствующую заявку и подали ее на рассмотрение в рамках проекта бюджета «Сургута онлайн». Инициативу поддержали 812 человек. Этого оказалось достаточно для победы. Кроме того, реконструкцию рекреационной зоны включили в программу формирования комфортной городской среды. Обустройство территории разделили на два этапа. Первый, включавший в себя установку детской площадки и резинового покрытия, завершили еще в прошлом году. Сейчас подрядная организация приступила ко второй части. На этой территории будут, делаются и будут завершены дорожно-тропиночная сеть в виде брусчатки. Здесь появится освещение. Здесь появится спортивная площадочка маленькая, мини-воркаут с резиновым покрытием. Здесь будут скамейки для отдыха. Такой минимальный набор для комфортного отдыха мам с детишками. В общей сложности на обустройство сквера потратят чуть более 10 миллионов рублей. Финансирование выделено из городского бюджета. Все работы внутри рекреационной зоны планируют завершить к концу октября. По словам подрядчика, погода не должна стать препятствием и, возможно, объект сдадут даже раньше запланированного срока. Еще будет благоустройство озеленения. Это уже после того, как будут закопаны траншеи, все это, как положено. Будут газончики красивые, скамеечки будут стоять. Так что все будет как положено, как и хотелось бы, чтобы у нас было красиво. В Сургуте дан старт проекту «Возможности ограничены, способности безграничны среди детей с особенными потребностями». Что из себя представляет акция и кто принял участие в ее реализации, Виктория Алексеева продолжит тему. Для воплощения проекта «Возможности ограничены, способности безграничны» Зорница участвовала в конкурсе на получение гранта губернатора ЮГРЫ и стала победителем. По задумке автора, в течение четырех месяцев для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут серию военно-тактических спортивных игр с использованием лазер-так оборудования. Такой подход способствует развитию не только физических качеств, но и психологическому взрослению, умению мыслить разносторонне, работать в коллективе. Думаю, что данная игра поможет детей адаптировать к жизни не только в смысле социализации, но и в смысле оздоровительном, что дети покажут хорошие результаты и все будет благополучно. На торжественном открытии с показательным номером выступил председатель Сургутской федерации УШУ. Ребятам выступление понравилось, и они с удовольствием повторяли движение вслед за мастером. Затем детей разделили на две команды, рассказали правила и дали старт игре. Вот это ваша база. Она будет стоять, вот так вот светиться. Как только вы к ней подошли, как только ваша повязка сказала, что все, можно дальше идти стрелять, идете стреляете дальше. Запомнили? Они у вас будут стоять, я покажу в каких местах. К ней подошли, к ней наклонились, встали, постояли. Повязка сказала, что можно продолжать, пошли дальше. В дальнейшем Зорницы планируют проводить 3-4 подобных мероприятия в месяц. В программе создать две разновозрастные команды из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут участвовать в городских соревнованиях. Сначала будут проводиться соревнования, отборочные соревнования в составе одного класса. Допустим, берем группу первых классов. В первом классе, в первом А, условно скажем, создали команды. Они между собой отсоревновались, мы играли. То есть будет соревновательный процесс, но уже между классами. Внутриклассно, а потом между классами. И по итогу мы создадим все-таки две сборных команды в двух разных возрастных категориях. То есть от 7 до 10 и с 10 до 12. Серия «Лазертак» игр, а также интеллектуальные квесты для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проводить до конца года. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Шаг во взрослую жизнь. В преддверии 300-летия со дня образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД 10 сургутян получили главный документ любого гражданина страны – паспорт. В начале встречи молодым жителям нашего города продемонстрировали фильм об истории возникновения, важности этого документа и его особенности. После этого юные сургутяне из рук начальника городского управления полиции получили первые паспорта. И для сегодня этот важный день является основным для вас и ответственным для нас. Помнили про ответственность, которая возлагается от каждого из нас, от каждого гражданина Российской Федерации, за судьбу нашей России, за будущее. Попрошу вас уважать и знать законы, изучать. В культурном центре Порт открылась выставка пермского уличного художника Александра Жунёва. На экспозиции представлены часть транспортабельных работ и фотодокументация его проектов, а также арт-инсталляция по мотивам творчества автора. В рамках открытия состоялись экскурсии и лекции о современном уличном искусстве стрит-арт. Спикеры мероприятия – это художники из команды «Фрукты», которые были знакомы с Жунёвым при его жизни. В сургуте Александра помнят коллеги по работам на коллективной выставке стрит-арта «После свитера», которая прошла в июле прошлого года. Александр Жунёв скончался 10 августа 2018 года от остановки сердца. Но его работы до сих пор можно увидеть на улицах многих российских городов. Есть большие объекты в различных городах. От Екатеринбурга и Перми до Москвы, Петербурга и Петрозаводска. Он расписывал большие фасады зданий, тоже в интересных комбинациях, где фасады имеют сложную форму. Он рисовал на разных ребрах куски изображения, которые с определенной точки складывались в один большой рисунок, видный с этой точки. Творческий путь художника Александра Жунёва начался в 2009 году, когда на домах в Перми появились сначала гигантский портрет Сергея Есенина, затем изображения американского поп-идола Майкла Джексона и мультяшного губки Боба. В 2010 году Жунёв участвовал в международном фестивале «Митост», после чего поехал рисовать в Германию. В 2011 году экспозиция Жунёва «Make Street Art Not War» вошла в официальную программу культурного форума «Арт Перми». Он считал всегда, что футуристы – это первые уличные художники, которые стремились там раскашивать дома и улицы. И себя тоже относил к ним, как, например, Василий Комянский. Это Пермяк, который был известен тем, что он дружил с Маяковским, с Баблюкомом и был футуристом. Трагедия на улице Гагарина. Каток раздавил сотрудника администрации Сругута. ЧП произошло поздно вечером 6 сентября. Во время ремонтных работ водитель спецтехники наехал на сотрудника Департамента дорожного хозяйства, который курировал реконструкцию объекта. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте. По словам очевидцев, погибший стоял спиной к машине, и в темное время суток водитель его не увидел. Сообщается, что у него остались трое детей. Работы на объекте ведет компания «Североавтодор». Материалы, переданные в Следственный комитет, дело классифицируется как несчастный случай на производстве. В Сургуте во дворе дома иномарка сбила ребенка. ДТП произошло вечером 6 сентября у пятиэтажки на Югорской, 38-1. По информации ГИБДД, пятилетняя девочка выскочила на дорогу при домовой территории из-за припаркованного автомобиля и по касательной ударилась о движущейся Киа. Как сообщают пользователи соцсетей, родители находились рядом, но предотвратить ДТП не смогли. Водитель среагировать на появление на дороге ребенка не успел. Девочку, получившую ушиб колена после осмотра, медиками в травмцентре отпустили лечиться домой. Три человека, в том числе ребенок, получили травмы в аварии на Югорском тракте. В пятницу вечером девушка, ехавшая за рулем Део Матис, не справилась с управлением, столкнулась с отбойником, после чего врезалась в двигавшийся Деонексия, еще раз задела боковой ограничитель и только тогда остановилась. Малолитражка получила серьезные повреждения, все три ехавших в ней человека получили травмы. Серьезные ранения у мужчины пассажира. Среди пострадавших пятилетний мальчик. По факту ДТП ведется следствие. С начала года на дорогах Сургута произошло 213 аварий, в которых 14 человек погибли и 276 получили травмы. Выпуск завершат коммерческая информация и прогноз погоды. Больше новостей на нашем сайте indefisnews.ru. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире. Наверняка вы уже слышали о КПК «Югра». Самое время познакомиться поближе. Для вас сбережение по 9,9% годовых уже с первого дня размещения. КПК «Югра». Навстречу к цели. Меховая выставка «Зимняя сказка». Цветная норка 58 тысяч рублей. Скидки 40%. Сургут с 10 по 15 сентября. Камертон. 28 сентября в Сургуте тот самый Радислав Гондопас с уникальным тренингом эмоциональный интеллект начинает и выигрывает. Запишитесь на новый тренинг Радислава Гондопаса, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех и подчинить их себе. Звони 55 55 18. Подробная информация на сайте тренингового центра «Практикум». Восток ФМ. Только сочные хиты. Восток ФМ. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55 00 55. 55 00 55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. 4D омоложение – новый европейский стандарт лазерного омоложения без повреждения кожи. Безболезненно, без уколов, без реабилитации. Восстановление собственных резервов кожи за один час. Результат на два года. Косметология будущего «Голдберг» 500 118. Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч. Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожный» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Он окрыляет, он согревает, и в играх толк знает, нас всех зажигает. Батик, он твой. Этой зимой новая коллекция уже в Карапузе. Ты готов? Первый радио, который играл мою хит – это «Энерги». Они имеют ультимальную связь с фэмами. Я люблю «Энерги». Я люблю «Энерги». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok